Толпа школьников с радостными криками пронеслась по узкому коридору исправительного учебного заведения в Северной Дакоте. Это означало, что занятия уже кончились. Один из семиклассников субтильного телосложения и невыразительной внешности отстал от шумной кавалькады ровесников. Он шел, опустив голову и плотно сжав губы. Внезапно прямо перед ним открылась дверь одного из кабинетов и властный женский голос произнес «Кориньян, зайди ко мне». Подросток повиновался. Когда он оказался в стенах ставшего уже родным кабинета, учительница велела ему сесть за парту. Позже на соседний стул уселась и она сама. Вырвав из исписанной тетради чистый лист и написав на нем какую-то фразу, передала мальчику. Записка имела непристойное содержание. Вместо учебников женщина положила на парту свою большую грудь. Семиклассник с волнением глядел на то, что перед ним предстало, время от времени перечитывая слова, написанные на листе бумаги. Не в силах больше терпеть, он протянул руку и хотел уже было прикоснуться к своей соседке. Его остановила грубая пощечина, будто нанесенная охлыстом, а не нежной женской рукой. Потом из уст учительницы, призванных просвещать, палился целый поток отборных ругательств и угроз. Усмирить этот пыл казалось невозможным. Через несколько мгновений щуплый подросток оказался на полу. По его телу проносились удары каблуком, холодным, словно металл. Когда школьник покидал кабинет, на его теле зияло целое созвездие свежих ссадин. На следующий день произошло то же самое. Это стало будничным ритуалом. Обмен грязными записками, соблазнение от взрослой женщины, жестокие побои от нее же. По такому расписанию, Харви Луи Кориньян жил на протяжении пяти лет. Когда ему стукнул 21 год, он записался в армию США и вернулся оттуда крепким, сильным мужчиной, в котором с трудом можно было узнать терпящего унижения дистрофика. Теперь он мог сам выбить почву из-под ног любого, кто встанет на его пути. 31 июля 1949, когда на улице едва начало смеркаться, Кориньян находился в небольшом парке Анкориджа. Там же вдоль аллеи неспешно прогуливалась 57-летняя Лора Шоултер. Мужчина непривлекательной внешности приблизился к ней и резким движением затащил в кусты. Реализовать гнусные помыслы не получилось, что-то пошло не по плану. Тогда Кориньян начал изливать весь свой гнев на беззащитную жертву. Бил ее кулаками по голове и лицу. Каждый кулак был похож на массивную кувалду. Смерть наступила быстро. В жертве было трудно узнать женщину, да и человека признать в ней было почти невозможно. Лицо миссис Шоултер превратилось в кровавое месиво. Кости черепа рассыпались на мелкие частицы, как песчаный берег, потревоженный мощной волной. 16 сентября повезло молодой Дорка Скаллен. Сначала в кавычках, а потом им по-настоящему. В 11 утра она проходила мимо таверны на Анкоридж-стрит. Внезапно дверь таверны распахнулась, и из нее вывалился пьяный мужчина. За плетающимся языком он кинул вслед женщине предложение прокатиться на его автомобиле. Доркас отказалась и ускорила шаг, но корпулянтная фигура незнакомца буквально выросла перед ней из-под земли. Он развязно выкрикнул «Эй, разве мы не знакомы?» Женщина возразила и мгновенно ощутила жуткую боль в голове. Огромная рука, похожая на когтистую лапу дикого зверя, схватила ее за волосы. Затем уже обе руки с небывалой легкостью подняли ее в воздух и потащили прямо к ближайшей канаве. Прибыв на место, Кореньян навалился на молодую леди всем грузом своего тела, начал рвать на ней одежду, прикасаться к интимным местам. Жертва оказалась решительной, она толкала обидчика, ответно поражала его ударами своих кулаков. По сравнению с кулаками Кореньяна, они выглядели прямо-таки младенческими. Из груди Доркас вырвался пронзительный крик, который, казалось, придал силы. С большим усердием ей все же удалось выбраться из канавы и перебежать через улицу к таверне. Захлопнув за собой дверь заведения, она без промедлений позвонила в полицию. Позже, находясь в больнице с посиневшим от ссадин лицом, на котором виднелись засохшие струйки крови, женщина описала нападение. Он будто восстал из ада. Его ярость возникла из ниоткуда, как если бы внезапно в него вселился дьявол. Кореньяна арестовали в тот же день. Он предстал перед судом не только за покушение на лишение жизни Доркас Каллен, но и за лишение жизни Лоры Шолтер. Мужчину ждали 15 лет за решеткой. Сначала его пристанищем стала тюрьма Сьюарт на Аляске, затем исправительная колония Мак-Нил в штате Вашингтон, а позже знаменитая калифорнийская тюрьма Алькатрас. Кореньян вышел на свободу в возрасте 32 лет, однако уже спустя 4 месяца его снова арестовали за кражу и попытку совершения надругательства. Было еще множество разных преступлений. Нарушение правил дорожного движения, новые кражи, новые нападения. Находясь в тюрьме в Вашингтоне, преступник вдруг взялся за голову. Начал совершенствоваться в интеллектуальном плане, изучал психологию и социологию, заинтересовался азами журналистики. Все эти стремления не могли и не заслужить похвалы со стороны тюремных преподавателей. Однако оставалось еще кое-что, явно свидетельствующее о нездоровой психике Кореньяна. Днями и ночами он мечтал о молодых девушках, детально представляя себе, как будет лишать их чести и как они будут пребывать в его абсолютной власти. После выхода из тюрьмы Душегуб женился на Шейле Морон, у которой было трое детей от предыдущего брака, однако вскоре семейная жизнь омрачилась некоторыми обстоятельствами. Поведение Харви не нравилось Шейле. Он возвращался домой лишь под утро, распускал руки и даже избил ее пожилого дядю. После этого случая супруга забрала детей и уехала, куда глаза глядят. Узнав об этом, Кореньян разгневался и, надеясь на возвращение Шейлы, разработал план ее лишения жизни. Однако женщина домой так и не вернулась, что и спасло ее от гибели. В апреле 72-го преступник снова обручился с Элис Джонсон, которая без памяти в него влюбилась. Правда, и этому союзу не суждено было просуществовать долго. Очень скоро наивная Элис узнала об истинном лице своего новоиспеченного супруга. Выяснилось, что он просто одержим девочками-подростками. В арендованной им заправочной станции, Кореньян как перчатки менял хорошеньких юных сотрудниц. Дома он бросал откровенные взгляды на 14-летнюю Джорджию, симпатичную дочку Элис. Ее 11-летний сын Билли Кореньяна не интересовал, поэтому он просто вымещал на нем всю злобу, подолгу и мучительно избивая. Вскоре миссис Джонсон надоела терпеть все эти выходки, и на этом их семейной жизни пришел конец. 15 октября 72-го года давние фантазии Кореньяна воплотились в реальность. Ему удалось надругаться над совсем юной Лорой Брок. После полового акта он забил ее до смерти. 1 мая 1973 года 15-летняя Кэти Сью Миллер наткнулась на объявление, которое гласило, что в местную автозаправку требуются сотрудники. Ее молодой человек Марк Уоккер как раз искал работу. Девушка позвонила по указанному в объявлении номеру и удивилась тому, что на самом деле работодатель ищет не парней, а молодых девочек. Мужчина на том конце трубки обещал забрать ее на машине после школы, чтобы затем отвезти на заправку, где она сможет заполнить анкету. После этого телефонный звонок завершился. Нетрудно догадаться, что этим незнакомцем был Харвик Кореньян. Неоднократно судимый маньяк, любитель маленьких детей и грабитель даже не представлял себе, с какой очаровательной девушкой ему предстояло заключить деловой договор. Высокая, подтянутая, со светлой кожей, зелеными глазами и длинными золотистыми локонами, гармонирующими с россыпью веснушек на лице. Девушка Кэти поделилась со своей матерью предстоящими планами. Та начала волноваться, что это за незнакомый мужчина, как будет проходить собеседование. Больше всего женщину настораживала мысль, что дочь сядет к незнакомцу в машину. Когда в ее голове повторно пронеслись все эти мысли, она предложила Кэти отказаться от грядущей встречи. Девушка пообещала, что так и поступит, но только не сдержала обещания. Едва Кариньян увидел туз, который накануне разговаривал по телефону, его сердце ёкнуло. Непривлекательный, выглядящий гораздо старше своего возраста, имеющий сходство с неандертальцем, он моментально выплеснул наружу все свои чары. Милый улыбнулся, пригласил Кэти сесть в машину, заверил в том, что скоро она заполнит анкету и, возможно, получит заветную должность. Ничего из перечисленного не произошло. Сильно разложившееся тело 15-летней девушки обнаружили уже 3 июня. Оно было полностью обнажено, на черепе имелось множество трещин. Все это свидетельствовало о том, что над девушкой сначала надругались, а потом жестоко избили, что и привело к летальному исходу. Кариньяну чудом удалось избежать тюремного заключения. Он переехал на новое место жительства, в Миннесоту. Там он расправился с Эйлен Хайнли, ударил ее головой о фонарный столб, затем стал бить лицом о крышу канализационного люка, а в довершении издевательств попытался скормить уже мертвое тело свиньям. Во второй половине 1974 года Кариньян совершил множество разных нападений на молодых девушек, путешествующих автостопом. 7 эпизодов завершились гибелью жертв, остальные сводились к получению ими глубоких психологических травм и обретению инвалидности. У маньяка сформировался особый почерк преступлений. Он бил девушек по голове молотком, а рукоятку молотка использовал в качестве средства совершения надругательств. Все выжившие жертвы смогли обрисовать сотрудникам полиции выразительные черты внешности нападавшего. Крупное телосложение, шрам над глазом, выпуклый лоб. Удалось получить информацию о том, как выглядел салон его автомобиля. В череде этих преступлений выделяется нападение Кариньяна на 13-летнюю девочку. Он заставлял ее снимать одежду, принуждал вступить с ним в половой контакт, в том числе в извращенной форме, шантажируя тем, что в ином случае раскроит ее голову молотком. При каждой попытке сопротивления девочка действительно получала сильные удары по голове, поэтому маньяку все же удалось установить контроль над маленькой жертвой и реализовать по отношению к ней некоторые манипуляции полового характера. Кариньяна арестовали в 1975-м. Виновным его признали лишь в двух лишениях жизни. Однако в его криминальной биографии числилась еще масса других преступлений. Наказанием стало пожизненное лишение свободы. Главный следователь полицейского управления Миннеаполиса охарактеризовал заключенного так. Этот парень – дьявол, его следовало посадить на электрический стул уже много лет назад, без вопросов, и выстроилась бы очередь желающих включить ток. Возможно, условным ответом на это обвинение могло бы стать высказывание самого Кариньяна. Даже сейчас иногда кажется, что мое детство было слишком коротким. В нем не за что зацепиться и не на что с нежностью оглянуться. Это без преувеличения так. Будущий маньяк родился в трущобах, 20-летняя мать отказалась от него, не в силах позаботиться о нем самостоятельно. По мере взросления мальчик кочевал от одного места к другому. Он страдал недержанием мочи, подергиванием мышц лица, вдобавок ко всему, часто подвергался издевательствам со стороны взрослых. Харви Луи Кариньян с ранних лет видел вокруг себя лишь зло. И позднее это зло вросло в его тело и сделало его черствым и беспринципным человеком, готовым раскромсать все, что движется и дышит. Тем не менее, он скончался, уже будучи глубоким стариком, в возрасте 95 лет. Произошло это 6 марта 2023 года.